привет друзья смотрите какая у меня в доме темнота и какая темнота на улице и целый день идет дождь и рановато еще темнете что меня удивило я сегодня уже газ зажгла смотрите что у меня влажность в доме 70 процентов вы прикиньте какая влажность на улице в окна же закрыты у меня никогда не было в доме такой высокой влажности но влажность должна быть больше 50 по-нормальному чтобы было польза для здоровья сейчас вам покажу еще кое-что взяли у меня тоже тепленько все-таки наверно запенивание дало свои плоды хотя ж я вас включила на самое самое минимальное самое самое минимальное что я вам хотела показать открыла я видео прошлогоднее и в прошлом году в это время у меня твел вот этот мой молодой декабрист а в этом году не собирается пока еще твести видите нету никаких признаков цветения даже у него интересно правда наверно вам не видно на улице сколько 12 градусов как мои тут орхидейки после чесночка вроде бы неплохо себя чувствуют мои красавицы алена такая мама мой уже быстрее своей комнате окно чтобы новую занавеску повесить скорее так я говорю еще что-то самое ну мух очень много на улице как я уже мыть так надо же убрать москитную сетку я ее пока тут разложил эту занавеску а потом взяла закинула туда наверх потому что ася как заходит сразу интересуется своими когтиками я думала полежит разровняется а в итоге она у меня тут лежит вся вся в кучке так посмотрим что тут с моими пиларгониями я их все пообрезала кардинально смотрите после подливки чесночком ну как они пошли сразу давать новые листики вот эту я обрезала не кардинально потому что она такая зелененькая красивенькая смотрите как цветет беленькая красавица что мне отвалился беленький цветочек видите красота ну и надо мыть мыть окна грязные особенно вот эти эти подоконники с улицы видите грязные пыльные и мухи шить и садятся постоянно это жуть какая-то хотела что-нибудь делать в теплице потом передумала или что-то приготовить вкусненькое тоже передумала и решила тут немного навести порядок посмотрите убрала свою сушилку в коробку и туда свой склад там где погреб потому что думаю ну что она тут темно от нее короче стоит занимает место сюда поставила цветочки свои красивые вот такая красота у меня тут и что я вам еще хотела показать интересно что-то хотела но забыла хотела показать смотрите уже он бальзамин и дали корешки некоторые которые с улицы забирала череночки так что уже можно их посадить но не сегодня сегодня что у меня тоже желание нет на улице дождь но цветы все еще живые посмотрите надо паха плоховато через стекло видно но я зашла прошлогоднее видео 11 октября посмотрела что было в этот день на улице на был жуткий холод ночью был мороз вся земля утром было белая цветы все померзли уже цветы у меня были убраны на не даже до мерзли в кучу там где ждали лежали в грядке идея закапывала в рядку короче говоря в теплице у меня уже была очищена один ряд от помидор я еще море насобирала помидор короче говоря и уже хризантемки свои красивые посадила в теплицу в этом году у меня в теплице еще конь не валялся но правда в этом году еще и заморозков не было вроде бы написано что с субботы на воскресенье ночью будет ноль но если будет ноль то в нашей низине точно будет минус но у нас тут много всяких сайтов погодных короче несколько то в одном написано ноль другом написано что плюс плюс 3 или плюс 4 ну короче непонятно будет мороза не будет смотреть какой дождь прямой прямой мелкий но такой густой 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 короче и надо было бы мне идти магазин потому что ни одного яйца в доме нету ничего нету короче непонятно что готовить но я не пойду таким дождем можно завтра не будет дождя не хочется мне идти дождем не знаю а что я хотела сказать я же позвонила сегодня в санстанцию насчет этой канавы и короче говоря ну сказал начальник этой санстанции сказал что он позвонит в жилищно-коммунальное хозяйство там все попробует их уговорить чтобы они нам помогли как-то так ну посмотрим подождем на что это все выльется непонятно а мне ж надо шаги где-то находить а где ты дождем находишь значит надо дома или танцевать или или что-то делать другое какие-то те самые движения ходьба по дому туда-сюда и туда-сюда и туда-сюда и что-то надо делать подумала такая а может пойду пройдусь потом не вышла на крылечко и это кажется из дома что дождик такой легенький а дождь о дождище видите какой очень приличный на нос прямо капнула вот и травка как зазеленела смотрите под дождик красота вообще какая красивая обалдеть вот такой вот дождь пошел так что никуда не иду однозначно буду дома выплясываешь свои шаги набрала самых красивых яблок в своем складе сейчас покажу вам смотрите какие красивенные вымыла их сейчас выберу сердцевину положу свою любимую начинку и поставлю запекать а потом что буду делать сяду включу свой сериал и буду наслаждаться вот такими вкусными пироженками яблочно сметанными я бы так сказала еще добавлю немножко орешек он и я почистила пороть их макадамия в короче говоря не могу я и грызть короче поэтому я и сейчас измельчу и добавлю в начиночку может еще пару почищу и будет у меня вкуснятина вот так вот ну кто друзья готовил такую красоту неужели вы не готовите это же такая вкуснятина я сегодня еще и малинку сюда положила правда ждать придется минут 40 час непонятно как то моя духовка будет греть и потому что и отопление включено и уже газа будет меньше наверное непонятно поэтому через какой-то часок я буду наслаждаться вам друзья желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока